На областной праздник приглашены почетные гости Виктор Кузнецов, Ирина Планаевич, Оксана Пушкина, Ксения Мишонова, Татьяна Одинцова, Ольга Ляпистова, Мариана Кристалинская. В актовом зале лингвистической гимназии собрались учащиеся начальных классов, которым сначала показали мультфильмы по правилам дорожного движения. Я хочу, чтобы вы берегли себя, в первую очередь. Вы самое важное и ценное, что у нас у всех есть. Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции специально для первых классов подготовили открытые уроки по безопасности дорожного движения. По итогам викторины все дети получили от организаторов подарки – светоотражающие браслеты и пряники, оформленные в виде знаков дорожного движения. На улице у круглой школы для учащихся вторых и четвертых классов работали интерактивно-познавательные модули. Одной из самых запоминающихся площадок стал специальный автобус-стимулятор, который в России представлен в единственном экземпляре. Ребята смогли на собственном примере убедиться в необходимости применения ремней безопасности. Сотрудники госавтоинспекции рассадили детей по местам, пристегнули ремнями безопасности, после чего включили мультфильм о правилах дорожного движения, тем самым отвлекая их внимание от дорожной ситуации. Вдруг раздался громкий звуковой сигнал, визг тормозов и платформа, на которой установлены кресла, наклонилась. Пристегнутые ребята остались сидеть на местах, в проходе оказался только манекен, который не был зафиксирован и получил травмы. На таком живом примере дети поняли, что каждого, кто не был пристегнут, могли ожидать такие же последствия. Начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Виктор Кузнецов считает, что такие акции необходимо проводить именно после возвращения детей с каникул. У нас традиционно перед тем, как дети пойдут в школу, проводится, ну, первое, это, конечно, подготовка школы, массовые родительские мероприятия, собрания родительские. Но когда дети пошли в школу, здесь, конечно, во всей Московской области, как вот сегодня, проходит День детской дорожной безопасности. Дети, приехавшие с каникул, из лагерей, отвыкли от интенсивности дорожного движения. Мы знаем, что Московская область – это самый крупный транспортный регион, очень большой уровень автомобилизации. Поэтому детей, конечно, нужно необходимо адаптировать к дорожному движению, к уличному движению. Депутат Государственной думы Оксана Пушкина отметила, что постоянная работа создает систему навыков, которые помогают детям спасти свою, а, возможно, чью-то жизнь. Я верю в детей, в наших, потому что, мне кажется, у нас такие современные, такие продвинутые дети, что они способны сегодня родителю бестолковому, который иногда оставляет в машине этого ребенка, да, и уходит куда-то, и несется с наушником по бешеходному переходу, и не понимает, что этот ребеночек с ним рядом и может все что угодно произойти, и ни направо, ни налево не смотрит. Поэтому мне кажется, что правильнее сегодня работать с ребятами, буквально вот с первого класса, может быть, даже и раньше. И вот то, что мы сегодня говорим, и дети, будьте внимательны, красный, желтый, зеленый свет обозначает то-то, то-то. Это вот как зубы чистить. В этот день было организовано 12 интерактивных площадок. Школьники проверили свои знания, решив электронные билеты по правилам дорожного движения, учились безопасно передвигаться на велосипедах в городе с помощью велотренажеров, потренировались на манекене в оказании первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП, а главное, хорошо запомнили, что в экстренных случаях обязательно нужно набирать номер 112. Родители в это время побывали на областном собрании с ведущими специалистами. Детский травматизм на дорогах – это реальная проблема нашего времени. Организаторы считают, что просвещение детей и родителей – это лучшая мера, чтобы его избежать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова